Музыка Представьтесь, пожалуйста, расскажите свидетелям, чего вы были. Меня зовут Макаренко Александр Евгеньевич, командир третьего взвода народной дружины. Что касается событий в ночь на 2-е число, после событий на Афиме, к сожалению, меня там не было, наше отделение туда не прорвалось, так как попала в засаду в Ангароце, и была Россия. Мы вернулись обратно на Куликово поле, и, видя, сколько они превосходят на число, мы пытались вывезти людей с Куликового поля в безопасное место, Увезти просто, увезти, чтобы они покинули поле. Оставили все, что там было, и спасались. Большинство людей послушалось, пришло, но было несколько, довольно много, около 60 человек. В основном старики, женщины, дети запаниковали и вломились в здание профсоюза и решили там забаррикадироваться. К тому времени на площади у нас оставалось всего лишь три дружинника из народной дружины. И когда к нам уже поступила информация, что многочисленная толпа национал-экстремистов уже на подходе, на костюм-классе, и железнодорожного вокзала, они отлили в решение защищать женщин, детей и стрелять. Что бы нам это ни было? Сначала мы держали оборону около центрального входа, около внешней баррикады. Нас стали забрасывать камнями, бутылками, зажигательной смеси. Потом, видя, что они начали наседать, мы начали отступить на это здание. Когда они поднесли остатки этих баррикад, разобрали, они в основном были деревянные, забросали вход этими остатками и забросали их бутылками зажигательной смесью. После этого они начали бросать в окна бутылки зажигательной смесью, дымовые шашки, светошумовые граммы. Первый этаж горело, там нижняя баррикада горела, лестница горела, все было в дыму. Мы тогда закрыли двери, потому что двери начинали уже плеть. Закрыли двери, забаррикадировались, разбили окна. Один тогда несколько разошелся, но было очень жарко, потому что внизу вырывался огонь. И так мы стояли около окон, а в нас продолжали бросать камни и бутылки зажигательной смесью. После, когда уже подоспели пожарники, спустя где-то минут сорок, потому что толпа националистов их не пускала, они все же подъехали и развернули шланги и начали тушить. Но националисты порезали несколько шлангов, потому что было видно, что при тушении вода просто из этих дырок вырывалась. Но они все-таки затушили, приставили лестницу. Мы тогда вывели, с нами был один 15-летний ребенок, один старик, ему где-то было около 70 лет, и одна женщина была. Мы их вывели. Ну а мы, как молодые, крепкие парни, мы все-таки остались, потому что знали, что у них есть шанс уцелеть, выжить, даже если они попадут. Но а нам шансов никаких нет уцелеть. Поэтому мы решили остаться и ждать подходящего момента, чтобы выбраться их взяли. Скажите, а почему столько людей там погибло, почему они сгорели? Как получилось так? В основном они задохнулись от дыма, от дыма, задохнулись от дыма. А что, они не могли на крышу вылезти? Многие вылезли на крышу, но большинство из них были люди преклонного возраста, были. И они просто не смогли, потому что было тяжело уже дышать, так как бандеровцы подожгли баррикаду, и дым сразу же заполонился зданием. Потушить возможности у нас не было. Здание по какой-то странной случайности вдруг пропала вода. Даже невозможно было набрать вот такие-то емкости, и бедра, и заливать пылающие вот эти тушники, и бандерские бандеры. Со стороны национал-экстремистов вела стрельба по окнам здания, по людям, которые высовывались в окна, чтобы хоть глотнуть глоток частного воздуха. Так, как мне рассказывали, одного парня убили на первом этаже, когда он пытался разбить окно, чтобы дым больше уничтожить. Чейс. А вот тоже так же самое вот ходят такие слухи о том, что это были не просто коктейли Молотова, а там был какой-то определенный состав, и угарный газ был настолько как бы силен, я не знаю, как это стоматировать. Лично, я хочу сказать только одно лично, что когда я сидел на подоконнике, сидел на подоконнике, по мне запустили два коктейля Молотова. И, ну, это были обычные коктейли Молотова, это было видно, потому что, ну, не было никакого газа, они просто быстро воспламенялись и быстро горели.